В прямом эфире репортера новости в студии Ксения Жарова. Здравствуйте. Начнем выпуск с информации о дерзком нападении. В Киевском районе трое преступников угрожали оружием сотрудникам фирмы, которые обслуживают уличные терминалы, а потом забрали авто и украли из него 700 тысяч гривен. Нападение произошло на улице Героев Крут сегодня в 5 часов утра. После грабежа бандиты бросили украденное авто и разъехались в разные стороны. Оперативники и Корт нашли и брошенный автомобиль, и машины побега. Затем задержали грабителей по месту их проживания. С места событий и подчас низки невыкладных обшуков были выявлены речевые доказательства причетности их до разбойного нападу. Наразі зловмисники затриманы в порядке статті 208 Криминального процессуального кодексу Украины. Вирішуюся питання про обороняем запобіжного заходу. Відповідно до санкцій частини 4 статті 187 Криминального кодексу Украины, правопорушникам загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Всі за школами города в некоторых обласних школах тоже решили ввести двухнедельний карантин. Дело в том, що за минувші 2 недели уровень заболеваемости гриппом у РВИ в регіоне вирос більше чем на 30%. Ісходя з даних медиків, тільки на прошлой неделе в больниці області обратились около 13 тисяч людей. 9 тисяч із них – це діти. Під поріг перевищено на 7%, але враховуючи цей стрімкий ріст захворюваності, в деяких районах області введені обмежувальні заходи. В місті Одесі, в Лиманському районі, Шаряївському, Іванівському, наразі діти не відвідують навчальні і дошкільні заклади, вони перебувають на карантині дома. Директоры школ самостоятельно принимають решение о карантине, если в учебные учреждения не ходят по болезні более 40% школьников. В морських портах, аэропорту і пунктах пропуска Одесского регіона будуть проверять пассажиров, прибувающих із країн, де вже підтверджені случаи інфіцировання новим коронавірусом. Це буде касатися і членів екіпажа. Таке решення приняли в обл. адмінистрації. Кроме того, студенти, прибувші з Китаю, а после 1 января, должны будуть ежедневно проходить медосмотр. А вот места большого скопления людей, в частности, медучреждений, рынок 7-й км, по поручению губернатора, должны обеспечить антисептиками, бактериальными излучателями і тепловізорами, які ще необхідно закупити. К тому же, в обл. адмінистрації заговорили о созданні спецпоміщень для госпиталізації пацієнтів з подозренням на коронавірус, підготовці запаса медикаментів, а також закупу необхідного оборудовання для лечення інфіцірованних. Ми зараз знаємо, що нам потрібно 35 апаратів для штучної вентиляції легень, інфізоматів та мониторів багатопункціональних. Ми вирішуємо питання щодо їх сподобання. Медики отмечають, помочь избежати зараження можна на 95%, використовуючи спеціальні респіратори Н-95 і Н-98. Вони стоять около 20 гривень і є в наліччі тільки в Дніпрі. Групи, які працюють в аеропорту, зустрічають людей, які повертаються. Вони забезпечені. Вони працюють в окулярах, в спеціальних халатах з видоталкувальними свойствами і в даних респіраторах. Для всіх інших ми ще здали доручення про те, що аптечна мережа повинна максимально приоритетно забезпечити наявність респіраторів. Напрямі вопроси журналистів о сроках реалізації планов і оскільки все це обойдеться облбюджету, ніхто з представників адміністрації відповідати не змог. Зараз область в полній мере не обезпечена ні медикаментами, ні респіраторами, ні карантинними боксами для ізоляції больних. Кроме того, по словам ісполняючого об'язанності гендиректора Центра общественного здоров'я Мінздрава Ігоря Кузіна, в Україні нет тест-систем для проверки пацієнтів на коронавірус. Наразі ведуться перемоги щодо поставки в країну певних наборів для виявлення та кількісного визначення РНК нового коронавірусу. Ми маємо надію, що наступного тижня або через тиждень ми вже зможемо отримати такі набори і проводити діагностику на національному рівні в референс-лабораторії Центру громадського здоров'я. Подтвердити вірус сьогодні можна тільки в лабораторії Лондона, которая проводит исследования для України. Для цього може понадобиться до трех недель. Але сперва кровь больного исследують в українській лабораторії на возможні типи гриппа і парагриппа. В недавно отреставрированному домі Русова горячая распродажа. В сети появилось объявление, где агентство недвижимости предлагает превратить пам'ятник архітектуре в бизнес-центр, розместив там бутик, ресторан, офис і все, на що хватит фантазії і денег. Але ще до Нового року Одесі там, за чей счет і спасли здання, обіщали музей і відкрітое пространство. Які ще іспытання ждут дом Русова, узнавала Светлана Довжук. Такого ізысканного бізнес-центра в неуборочном стилі в Одесі ще не бачили. Ну а що, ідеальне місторасположення на Соборной площади, удобна транспортна разв'язка і свежий ремонт. Як говорять в объявлении агентства недвижимости, саме топове місто місто місто. Арендовать поміщення дома Русова можна, в принципі, под що угодно. Бутик, ресторан, офіс. Але якщо ж сильно захочеться, можна арендовать цей этаж. Так выглядит объявление, в котором предлагают арендовать поміщення площадью от 120 до 380 квадратных метров. Для больших аппетитов есть возможность арендовать целый этаж с летніми і зимніми площадками і застекленой крышей. Цена варірується от 10 до 50 доларів за квадратний метр. Як говорять урбанисты, внутренні поміщення здання заранее готовились под офіси і магазини. І реставрації внутріних інтерьерів займатися не планировали. По фотографіям, які ми видим в объявлении, ми видим, що внутрінне наповнення самого здання вже подготовлено під коммерське использовання. Якщо дивитися по внутрішній отделці, то видно, що вже зроблено определенні вентиляційні канали, які обычно роблять в коммерських поміщеньах, типу ресторан, кафе, якісь витягки і все остальне, воно вже подготовлено непосередньо, під коммерське использовання. Воно не підписано під использовання як яксь какое-то общественне пространство. Ми решили позвонити по указанному номеру в объявлении і зробили вид, що хотим арендувати поміщення в домі Русова. Нам пообіщали перезвонити і розказати все подробности сделки. Але через полтора часа объявлення внезапно стало неактуальним. І общаться с вами відказалися. Алло, здравствуйте. Я по поводу объявлений аренды поміщений в домі Русова. Це к вам, да? Можна обратиться? Да, як звуть вас? Мене звуть Светлана. Хотела узнать у вас нюанси. Актуальне ще це объявлення, щоб ви могли немножко розказати. Актуальне, Светлана, у вас течение часа наберет надежды. Она займається цим поміщенням і проконсультирує вас. Ага, она мене сама, да, наберет? Да, да. Хорошо. Напомню, на восстановлення здання город потратил із бюджета более 150 млн гривень. Притом, що більша частиць поміщений знаходиться в частной собственності. Однак, скільки ж муниципальних метрів пам'яніки архітектуры до сих пор неизвестно. Актуальне, що та частиць, яка город считає своєю, в тому, що ще була в 2018 році комусь здана. Не дивлюсь, якщо це фірма аффилирована на того ж господина Тарпана. В тому, що зараз з'явились объявления о том, що здається, здається апартаменту, офіси, по цене. Арендна достатньо високий для нашої страни, для нашого города. От 15 до 50 доларів за квадратний метр. Достатньо високий цифра. І собістник, по сути дела, нічого не потратив. Тому що собістник, ми прекрасно розуміємо, це коммерські структуры, які явно к городу не мають никакого отношення. Юристы предполагають, що нека третя фірма взяла в аренду все помещения, частные і муниципальні, і в качестве управляющей компания распоряжається этим імуществом. Якщо проще, здається субаренду. Таким образом, все собственники остаються в выигрыше. Я имею в виду третью компанию как способ управления недвижимостью, коли у тебя несколько собственників і большой об'єм квадратних метрів. А компания по управлению недвижимостью для того, щоб удобно було а, здавати целостні, то есть комплексы недвижимости, б, собирати плату аренду і платити налоги за сдачу в аренду недвижимости. Несмотря на то, що здання восстановили в максимально первозданном виде, отремонтированный пам'ятник архітектури вновь рискує столкнутися з испытаннями. Тільки сможет ли качество бізнесу соответствовать статусу Дома Русова? Светлана Довжук, Константин Нищерет, телеканал «Репортер». В Подольске, бывшем Котовске, задержали наркодилершу. 39-летняя жительница города готовила у себя дома опиум. К тому же, она сама оказалась наркоманкой и состоит на учете в больнице. Недавно бизнес-вумен решила заняться еще и реализацией своего товара. Раствор опиума она расфасовала по медицинским шприцам и продавала другим зависимым. После реализации очередной дозы полицейские задержали женщину. Оперативники провели обыск. В ее квартире нашли вещественные доказательства. Зазначенные вылеченные засоби были направлены на экспертное доследование. Наразі решится вопрос про оголошение женщин подозрений за частиной 2 статтю 307 Криминального кодекса Украины «Збут наркотичных засобов». Жене загрожено покарание в виде позбавления воли на срок от 6 до 10 роков за конфискацией майна. Апелляционный суд отказался возобновлять арест в тройплощадке на Таирово. Речь идет о территории заброшенного детсада на Академика Глушко-17. Там планируют возвести четырехсекционную многоэтажку с подземным паркингом. Категорически против строительства выступают местные жители. Они не раз выходили на акции протеста и перекрывали дорогу. Конфликт переместился в судебные кабинеты, а на земельный участок был наложен арест. 26 декабря Киевский райсуд Одессы его сняло. Сейчас апелляция подтвердила это решение. Есть информация, что за стройщиком выступает скандально известный бизнесмен Вадим Альперин. Больше никакой мебели возле мусорных баков. В Одессе в тестовом режиме заработал первый в городе муниципальный пункт приема габаритного мусора. Он находится во втором полевом переулке. В дальнейшем такие площадки появятся и в других районах города, уверяют чиновники. В феврале организуют еще 6-7 таких пунктов. Адреса локации обнародуют на сайте города. О новой площадке пока мало кто знает, поэтому она еще пустует. Мы увидели лишь всего пару поддонов, старый велосипед и ржавый бойлер. Окна, двери, диваны и шкафы – это то, что мы привыкли видеть возле мусорных баков во дворах. Если мы хотим выбросить габаритный мусор, зачастую мы оставляем его именно там. Теперь же его можно оставить на специально оборудованной площадке на Слободке. Весь тот мусор, который не помещается в контейнера, который жители нашего города оставляли возле контейнеров, либо еще где-либо в неустановленных местах, завезите его сюда. Электромобиль на одесских улицах уже давно не новость, и уж тем более не новинка. Однако спор между сторонниками двигателя внутреннего сгорания и электромотором не утихают. Но похоже, что у сторонников последней технологии появился весомый аргумент. В 2019 году импорт электрокаров увеличился на 40%. Почему украинцы все чаще выбирают электрокары и в чем их преимущество, узнавал Юлиан Аксенов. В 2019-м украинцы как никогда прежде доказали своим кошельком, что им не чужды общемировые тенденции. Рост продаж электрокаров в стране резко возрос на 40%. На учет поставили 7542 таких авто. В лидерах по показателю и Одесса. Горожане все активнее выбирают электрическую тягу. Если в 2018 году было зарегистрировано 794 автомобиля, то в 2019 это количество составляет 976. Если взять первые дни января этого года, то уже зарегистрировано больше 20 автомобилей. В этой тенденции есть интересная особенность. 90% импорта – это автомобили с пробегом. Их средний возраст – 3-4 года. Большинство прибывает к нам из США и Японии. Там жителям их покупку компенсируют. А значит, после 4 лет эксплуатации их цена становится приемлемой для Украины – от 10 тысяч долларов. Но, пожалуй, основной мотив покупателя – не защита экологии, а экономическая выгода на топливе и на ремонте. Электричество, особенно если у вас дома ночной тариф, стоит 90 копеек за киловатт. На одном киловатте вы летом можете проехать 8 километров, зимой от 5 до 6 километров. То есть посчитайте стоимость поездки на электромобиле. То есть она в среднем в 10 раз дешевле, чем на автомобиле с двигателя внутреннего сгорания. У меня машина, которая проехала 122 тысячи километров. Она 2013 года выпуска. И я поменял две передние рулевые тяги и две опоры. Ну, это из-за наших дорог. В принципе, все. Попробуем просчитать экономику идей покупки электрокара. Исходные данные у средним. Вы живете на Таирово, на работу едете в центр, иногда заезжаете за покупками. В таком случае вы примерно накатываете 660 километров в месяц. Выбираете в качестве топлива 92-й. СВАЗ – 1650 гривен. Газ – 929. Если электричество – 135 гривен в месяц. Правда, по ночному тарифу. Разумеется, выгода очевидна, но ремонт батарей обойдется чуть ли не в половину стоимости, скажут скептики. Но тут каждый сам решает, за что и сколько он готов платить. Вместе с электрокарами в Одессе появилась новая отрасль – изготовление станций зарядки. Корпус делается тоже на Молдаванке. Это компания, которая делается из нашего железа, которая добыта в Украине. Красится все здесь, гнется все здесь, сваривается все здесь. Мы получаем корпус сюда. Единственные вещи, что мы покупаем – это коннектера, пистолеты и гнезда. Контроллер, естественно, полностью сделан у нас, разработан. Естественно, мы не производим чипы и микроконтроллеры. У нас, к сожалению, в Украине нет такого преимущества. Чипы мы закупаем, но все остальное сделано у нас. То есть, в принципе, можно сказать, что это полностью наш продукт. В конечном продукте 65% комплектующих – украинские, причем половина – одесские, говорит разработчик. Программное обеспечение для станции создают одесские айтишники. Вот только особо на этом не заработаешь, сетуют специалисты. Станция под ключ обходится в 2000 долларов. В лучшем случае прибыль с одной составит 1500 гривен в год. Некоторые работают исключительно в минус. Выручает работа на экспорт. Все поглощающая электрификация пробралась не только под капоты автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Теперь объектом ее интереса становится сельскохозяйственная техника. К примеру, вот этот с виду очень обычный трактор работает на электротяге, которую вырабатывает батарея известной фирмы «Тесла». Разработчики говорят, что этот трактор – попытка легендарного Харьковского тракторного завода изучить возможности перевода сельхозтехники на электротягу. За помощью обратились к одесситам. «Стоит электрический мотор мощностью 50 киловатт. Аккумулятор на батарее энерговооруженностью 52 киловатт часа. То есть по нашим легкими работами этот трактор может работать примерно 5-6 часов без подзарядки. Тяжелые работы – это 2,5-4 часа в зависимости от работы». Эксперты утверждают, что тренд на вытеснение электричеством авто с классическим двигателем продолжится. Мировые автогиганты активно развивают направление электрокаров. А значит, их цена будет только снижаться. Как быстро это будет происходить в Украине, прогнозировать сложно. Электромобили пока значительно меньше, чем их старших топливных собратьев – около 30 тысяч. Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер». Школьники из учебных учреждений со всего региона приехали в Одесскую юридическую академию, чтобы определить лучшую команду областного этапа спортивных легкоатлетических соревнований «Кулгеймс». Самой быстрой и ловкой оказалась команда из Южного. Впрочем, проигравших на праздники спорта не было. Все ребята получили от президента университета Сергея Кивалова дипломы, медали и кубки. Кроме того, перед самими соревнованиями всем участникам провели познавательную экскурсию по вузу. Мои коллеги продолжат тему. Старшеклассники из Одессы, Южного, Ананевского, Беляевского, Саратского и Арцидского районов приняли участие в областном финале всеукраинских спортивных массовых игр среди школьников Одесской области «Кулгеймс» на кубок президента Одесской юрокадемии Сергея Кивалова. Соревнования прошли при поддержке областного спортивного студенческого союза. Мы придаем особое внимание развитию спорта в нашем университете. И спортивные залы, и спортивные площадки у нас есть. И не только здесь, и на восьмой станции Большого фонтана, и крытые, и открытые. Потому что спорт – это самое важное, это вообще главная задача любого государства. Место встречи спорткомплекс ведущего вуза страны. Площадка решающего этапа состязаний была выбрана не случайно. Одесская юридическая академия признана одним из самых спортивных университетов Украины. Подводя ежегодные итоги, об этом заявили на заседании Одесского областного отделения Комитета физкультуры и спорта Минобразования Украины. Развитая спортивная инфраструктура вуза не имеет равных, и руководство университета регулярно вводит в эксплуатацию новые спортивные объекты. Представители всех районов Одесской области, они приехали сюда на соревнованиях. Вот мы их принимаем, для нас это событие. Они участвуют во всех видах спорта. Это важно. Ученический спорт – это самое главное направление, в том числе и воспитательной работы. Все, кто будет заниматься спортом, они все будут здоровы. За систематическое развитие физкультуры и спорта и за постоянную поддержку в организации чемпионатов и соревнований руководство областного отделения физического воспитания и спорта вручило почетную награду президенту Юракадемии. Мне приятно всегда сжать вам руку за то, что вот такое есть и вы делаете для детей. Спасибо большое. Мы сотрудничаем плотно с руководством и непосредственно Юридической Академии и обратились с просьбой провести на базе вашего вуза, на базе вуза Юридической Академии. Для чего? Показать вуз, который действительно на высочайшем уровне в плане спортивных сооружений, и в плане остальных, как сказать, регуляционных моментов в плане обучения. То есть есть что показать вузу, поэтому мы обратились сюда. Сергей Васильевич всегда нам помогает в плане организации. Это и наградной материал, что интересно детям, они не уедут домой с пустыми руками. Перед тем, как приступить к соревнованиям, школьники-финалисты Кулгеймс отправились на экскурсию по университету. Современный спорткомплекс, просторные аудитории, крупнейшая в Украине, научная библиотека, уникальный музей редкой книги, музей оружия и стрелковый тир на участников игр увиденное произвело впечатление. По содержанию такую экскурсию можно было сравнить с днем открытых дверей. Многие юные спортсмены после увиденного твердо решили связать свою судьбу с Одесской Юракадемией. «Взагалі мені дуже сподобалась, така велика територія, так дуже цікаво. Зараз зайшла в бібліотеку, дуже все гарно, я не очікувала, що так гарно. Я думаю, що тут кожному має бути комфортно. Дуже гарно розповіли, якщо так і є насправді, то мені б дуже хотіло сюди поступити». «Красиво, дуже багато цікавих книг, бібліотеки дві. Ми розділились на дві групи, одні пішли в музей, одні пішли на тір і будем потом мінятися». Організатори спортивних соревнований высоко оцінили уровень фінальних ігор. Зал полностью соответствует всем требованиям, необхідним для легкоатлетических занятий. «Дуже гарна спортивна зала, особливо покриття спортивне, так як немає після бігу, що учні будуть проскальзювати, будуть гарно виконувати, не буде, я думаю, травм, тому що і стрибки у довжину з місця, що будуть гарно відштовхуватись, та приземлюватися гарне покриття, яке дозволяє проводити на високому рівні обласний фінал «Скулгеймс» серед 3-го дивізіону дорослих». Главний результат обласного фінального етапа «Кулгеймс» среди старшеклассників – бодрое настроение і щастливі улыбки на лицах участників. Проигравших здесь не було. Все команди, в составе каждой було 8 человек, получили дипломы і кубки. Специальним призом наградили саму юну команду із Одеси. С волю к побіде і стабільне участие в «Кулгеймс» кубок получив «Ананівський інтернат». Третье місто поделили школьники із Саратського і Арциского районів, серебро – Убеляєвського районів. А победителями соревнований стала сборная города Южный. Все школьники і сопровождаючі їх педагоги получили удовольствие как от самих состязаний, так і от екскурсій по Одесской юридіческой академії. Соревновання були сложними, було непросто. Соперники були дуже конкурентоспособні, але нам удалось победити. Я рад. Зал дуже удобний, комфортний. Вообще, академія дуже суперская, современна, мне нравится. Нам дуже сподобалася екскурсія, були в двох музеях. Музеї тоже, дітям теж сподобалося, і деякі діти вже намереваються поступити сюди в юридичну академію. Всеукраїнський фінал «Кулдгейм» состоїться в 20-х числах февраля в Києві. Победители одеських регіональних етапів вже готовяться к итоговим соревнованням. Більшість участників ігор тепер наверняка в ожиданні вступительной кампании. Віталій Хемий, Юлия Пальнова, телеканал «Репортер». В «Черноморце» все будет по-другому. Репортер снова записал эксклюзивное интервью с тренером моряков Остапом Маркевичем. Он рассказал об изменениях в команде после Нового года, об этапах подготовки и попытках сплотить новый коллектив. Состав изменился уже на 90%, а теперь сборы в Турции. Подробности в сюжете Дмитрия Богомолова. Черноморец вышел из отпуска примерно две недели назад. Состав изменился до неузнаваемости. Ушло 19, человек пришло 6, еще около 10 на просмотре. Возможно, кто-то присоединится на турецких сборах. Чтобы сколотить новую команду в тренерском штабе, решили полностью разрушить фундамент и построить все заново. Сейчас идет этап знакомства, можно его так назвать. Ознайомление, знакомство, хлопцы, полностью собрана новая команда. Для того, чтобы налагодить связки, как на футбольном поле, так и поза его межами, потребен час, звичайно. Чтобы поднять командный дух, новый состав вместе с тренерами и руководством клуба на крещение решили коллективно окунуться в море. Идею нам подкинул генеральний директор Анатолій Миколаевич Місюра. Він регулярно цим займається, не тільки на водохреща. Я дуже радий, що ми реалізували цю спробу. На перший раз не всі. Ми не премушували, це було бажання, але я радий, що ті, хто себе, сказати, налаштував на це і зробив це. За время сбора в Одесі моряки уже провели два спарринга. В среду под дождем сыграли в ніччю з Балканами 1-1. В первом тайме уже в компенсированное время счет открыл защитник Одессита Вячеслав Велев после стандарта. Во втором собственные ворота поразил нападающий Андрей Штагрин. А на прошлой неделе черно-синиї провели двусторонку со смешанными составами. Щодо першого спаррингу в виправі були змішані склади, було дуже багато сумбуру, хоча ми задоволені тим і дублюючим складом, тому що вони вже трошки попрацювали, вони вже знають наші вимоги і тренерського штабу другої команди. Вони вже набагато краще виглядають у бійцівському аспекті. Тобто, боротьба, вони не програють, вони стараються. Це нас дуже задоволняє. А сьогодні ми вже, в принципі, в першому таймі, моментами, можна сказати, бачили, в принципі, те, що ми хотіли бачити. В цих матчах були задоволені як игрокі, з котрими вже підписали контракт, так і ті, хто знаходиться на просмотрі. Офіційно в Черноморець перешли поки шість футболістів. Вратарі Алексей Поломарчук із Балкан, полузащитники Владислав Клименко із Інгульця, Віктор Лиховитько із Горнякспорта, Алексей Зинкевич із Агробизнеса, нападаючий Роман Попов із Николаева і защитник Евгений Зубейко вернувся в Одесу із Минска. Можу сказати, що це є хлопці, які, так би мовити, знаходяться на підйомі, на взлеті, тому ми їх і запросили, вони були в своїх командах лідерами, і це дуже важливо. І так само є дуже важливо, що ці хлопці дуже хотіли грати за Чорноморець, цей аспект ми вважаємо чи не найважливіший. 5 февраля Чорноморець вилетє в Турцію, де проведет два тренировочних збора. Спарринг-партнеры пока уточняются, но точно буде игра с ФК Мариуполем, а також з командами із Польщі, Грузії і Латвії. Дмитрий Богомолов, Анастасія Валівка, Константин Нищерет, телеканал Репортер. Дмитрий Богомолов, Анастасія Валівка, Константин Нищерет.